всем привет с вами андрей у нас рыцари бумаги и пера 3 часть загрузочный экран для того чтобы мы могли его просто понаблюдать в прошлой серии как вы помните мы немножко прокачали здание у нас библиотека которая усиливает наши книги стала аж 17 книги хорошо в этом все в этой серии я хотел бы еще прокачать здание а в частности хотел бы прокачать собственно маркет сейчас я вам покажу вот собственно вот этот маркет я хотел прокачать у нас 10 уровня в данный момент максимально на 100 поэтому нам еще надо будет прокачать давайте его прокачаем заберем бесплатная склянку 3000 кп там у нас максимально не дают возможности жаль очень жаль забираем ежедневные награды виде свитка всякого мусора которые нам могут предоставить также забираем 17 книгу 17 15 ниже книги нам не нужно персонажи выше чтобы собственно иметь ну высшие книги то есть поначали вы конечно будете практически нулевыми вам нужно качать собственно сама вот эту библиотеку меня тут судя по всему если я правильно поняла вот это вот будет 19 вот это вот 21 русский лоб максимальный будет соответственно как вы видите 21 максимально собираем 15000 монет ежедневный забрали по персонажем что он собственно профессор вар человек профессор это враги имеют 15 процентный шанс атаковать именно профессор для танка это шикарно также у меня присутствует клерик человек и собственно торговец я вот так называю но по сути он так и есть он дает 10 процентов золота за квеста очень полезный мук по крайней мере ну за квесты также у меня присутствует рога и татуировщица ровщица она в начале своего хода он снимает один рандомный дебаф с себя либо собственно врага точнее с вашего союзника и накладывает один положительный баф но в бою вы это увидите она будет использовать также у нас присутствует шаман человек констебль констебль он в начале боя на рандомного врага накидает понижение инициативы то есть ваш враг один из если у вас против вас толпа будет ходить собственно последний паладин я все-таки взял рыбака паладин человек рыбак собственно это враги десяти процентов шанса можно закрывать именно его ну для танка я думаю это полезно и стоит качаться именно в бой потому что остальное вы и так прокачаете у нас книги есть давайте вместе с вами прокачаем рогу особенности фури до семнадцатого уровня у нас пока что это максимальный уровень также у нас в идеале бы еще прокачать у нас есть книги пятнадцатая и книги пятнадцатая собственно что это за способность это во фраге способность дает ему 50 процент на уклонения от текущего и плюс триста сорок процентов в моем случае крита на три хода это очень полезно уроки в данный момент крит не такой большой шестьсот всего лишь но при в триста процентов вы сами понимаете что это слишком много будет даже чисто в триста процентов где-то около тысячи восьмиста уже крит то есть он скорее всего 50 процентов шансов и танец по врагам а также у меня стоит камни стоит камни на высасывание жизни при уроне но на самом деле со своими жизни клерику не особо нужно но я просто так чисто тестировал камни поэтому тут самое интересное когда 3 и вот эти вот называемых вот сферы буквы и камни как угодно назовите вот они будут еще магию восстанавливать уроки стоит два камня это получается агонию высасывание жизни это при убийстве цели она взрывается и наносит 90 процентов дамага всем врагам не знаю как это работает но факт в том что достаточно больно получается вообще в целом в этой серии ну и собственно все по камням у меня вроде как все больше нет камней да я по крайней мере не вставлял еще пока а уроки также еще один камень стоит это на ну я ему скорее все буду менять оружие это при начале боя ну создается щит которые защищает ну так называемые триста пятьдесят минус дамага также 20 процентов вот я подумал над тем чтобы начать улучшать так называемые вместе с вами начать улучшать предметы так переводя их на следующий уровень с помощью своему печки вот смотрите у меня например есть кирка она сейчас шестнадцатого уровня и при перерождении кирки она получит дополнительно еще сто семьдесят единиц собственно дефа для фрейсинг собственно это защитно просто защитный стаб либо можно могу отдать на хп на магу на хп я не думаю что особо важно а вот роги на уклонение вот мне кажется будет очень важно вместе с вами сделать потому что уроки уклонения очень сильно не хватает уклонение дает ему выживаемость учитывая то что у него баф пятьдесят процентов дает ему уклонение на три хода то есть грубо говоря вот эти двести восемнадцать под бафом они превратятся в триста двадцать семь то есть это будет очень очень полезно понятное дело что это как говорится начальный уровень давайте вместе с вами это сделаем заодно посмотрим извлекаются ли камни здесь стоит по камня которые взрывные камни огонь и высасывание жизни давайте вместе с вами как вы видите здесь нужна сфера и все удовольствие стоит 6000 монет давайте вместе с вами достанем эту одну сферу у меня они присутствуют эти сферы они в большинстве случаев выпадают за квестом очень редко также их можно вытащить собственного здесь достижения как вы видите на 50 скелет такая же сфера выпадет опять же надо найти их немного но все-таки давайте вместе с вами лучше давайте поищем вот у меня 16 сфер давайте одно выложим и зайдем собственно кузнецу заодно и узнаем обратите внимание статы что плюс-минус иметь представление 136 и 391 собственно запомнили статы 136 и 391 запомнили внимание статы упали где наш кинжал где наш кинжал верните на наш кинжал давайте посмотрим упали ли статуи кузе не пласть кировка нет обратите внимание а то есть вы видите да она получается 136 и 391 то есть она взяла уровень от той экипировки которая была в конце и плюс еще дала стату уклонения то есть нам эффективнее всего до упора качать синие синие либо фиолетовые вещи лучше конечно оранжевые и то есть получается какой максимальный уровень у вещей что вы имели представление ну и тогда она получает одну лёдочку всего как я понимаю две звезды ну по крайней мере на синих вещах точно скорее всего плюс еще одна стата ну и уроки у теперь присутствует уклонение посмотрим но уже 300 уклонения по крайней мере не такой дрищ по статам собственно что вы имели представление вот получается сейчас я покажу вот смотрите у меня серых вещей нету чтобы вам показать максимальный уровень серых вещей на 10 но вот собственно серая вещь максимальный уровень будет 10 а потом перерождение и так дальше но серые вещи грейдить не рекомендуется потому что ну это просто период как-то так называемого вот этих вот камешков расхождения также зелье зеленая собственно это максимальный уровень 15 у нее у синие соответственно максимальный уровень 20 у фиолетовый максимальный уровень 25 она идет плюс 5 судя по всему ну и по и последнее думаю понятно что максимальный уровень 30 то есть эффективнее всего будет вначале чтобы ваш предмет прокачался до максимума а только потом вы уже с помощью этого предмета за грейдили его и он пошел заново как вы мы посмотрели вместе с вами то что камни не извлекаются то есть при грейде и она забирает грейд именно того уровня который у вас присутствует данный момент соответственно нам нужно прокачать косвок до получается 20 уровня как и молоток только тогда мы сможем уже его улучшать дальше переводить опять же он не столь эффективен как например будут фиолетовые шмотки поэтому сомнительное решение но опять же вот нафига на гранит на граните скорость улучшать сомнительность согласитесь сомнительно улучшать скорость сомнительно но ситуация в том что вы когда прокачаете на максимум доспех больше расти по цифрам не будет а если вы его к вырез и за грейдите с помощью что сделал он начнет улучшаться дальше то есть он будет давать больше защиты давали больше соток шикарно а так power на самом деле это хотелось бы и роги дать интересный щит на самом деле у меня вот у магов стоит защиты нас пропал и ну точнее у них появится в прошлой серии я наткнулся на то что на побочном квесте как вы можете видеть есть класс ниндзя если я выбью собственно этих мобов тогда будет вероятность того что я получу причем он не сбрасывается такой постоянный я пробовал уже сбрасывать его уточни и как видите это побочное задание то есть он не основное и тут самый конечно лучший предмет это так называемые сфера защиты она абсорбит 90 процентов дамага если отдать ее танку либо роги например а то это вообще это просто неубиваемое чудо будет поэтому не сколько хочется посмотреть на ниндзя сколько хочется посмотреть на вот эту сферу забрать ее ну 26 кристаллов будет неплохим дополнением поэтому давайте посмотрим вместе с вами но побочные квесты читать особо нет смысла тут отличие в том что боя будет как минимум два по крайней мере я доходил я хотел просто вам показать а кстати из нововведения еще я вам не показал а бафа им все на уклонение гард аура шаманка стоит дождь дождь лечит нас каждый ход чем больше врагов союзников вместе взятых вот тут максимальное число 10 соответственно мы за один ход ну как сказать за один общий ход всех врагов и союзников получим 10 ну то есть около 2000 хп на персонажей что очень очень полезно смотрим что это за бычки но как вы помните это отражатели ничем особо не включительно я в первую очередь не рекомендую бить этих баранов потому что если вы будете бить баранов и просто проиграете поэтому в первую очередь не бейте баранов баранов надо бить в последнюю очередь мало то что они жирные у них кастуем на себе блок бараны всегда бьют по площади и второй удар у баранов это в одну цель очень больно собственно начинаем вырезать отражателей бак степом номер 10 вырезали палагин гард тауру кастует постоянно вот видите 2000 удар у этого мелкого существа который в центре под номером 3 стоит давайте дадим слабость этому а у вот этих вот номер семь стоит возвратка поэтому если вы будете бить визой их возвратка просто вернет вам в лицо весь урон если у вас нет регенерации кабан тоже 2000 бьет как вы видите им в принципе можно дать сало но стан на кабанов не работает вот наукат номер который номер 6 номер 9 присутствует у нас как вы видите тут 9000 и 11000 давайте срезаем отражатели последнего собственно срезали последнего отражателя гард аура чтобы он по площади просто получать и когда вы уже отражатели убили начинаете ковырять кабанов как вы видите два кабана они между собой абсорбятся и по идее надо пить собственно 9000 потому что элементарно он будет быстрее падать а ротэ который солнышко на нем присутствует под цифрой к6 это так называемая ржавчина она присутствует у нашего шамана она сбивает им хп общее их количество она им сбивает агорим двух кабанов на себе танком для того чтобы они били только нас танку будет насрать а вот всем остальным не особо учитывая то что там 7000 мы не выбиваем 7000 мы просто идем ядом бак степ примерно в данный момент у меня бьет примерно около 6000 при условии если мы обгоняем цель по скорости что такое скорость это собственно рога должен ходить по цифре ну выше чем ваш противник в нашем случае у рога ходит по цифрой 1 он зеленый капюшон а враги ходят по цифрой 5 и 7 собственно ну гард аура шаман может добить пытаться по крайней мере либо роте роте это собственно ржавчина она понижает хп цели чем больше на рынок основана тем лучше максимальный конечно это 12 у меня получился доставать иногда она не знаю как это делалось в 20 улетало число примерно но он всегда все абсорбит этот баран не знаю как это работает но факт том что он как босс скорее всего все абсорбит то есть он снимает себе все негативные дебафы смотрим ну тут у мы скорее всего он сам дотечет давайте начнем резать второго половину лица и мы сняли паладин может добить этого рано как вы видите бы даже его не смогли добить хотя у паладина удар молотком примерно на 600 я снял я забыл что я снял я с паладина снял урон и теперь он бьет чуть сладее чем до этого бил это привычки там смотрю там 800 кп думаю сейчас паладин его убьет а потом бац паладин не смог собственно клерик бьет просто руками для того чтобы восстановить манги всей пати а наш вар бьет просто удар одной цели для того чтобы просто сагрить на себя чтобы в обязательном порядке били его чтобы меньше урона в нашем союзе ну убили их нам дали несчастное копье оно серое бесполезное собственно второй бой я кстати забыл вам рассказать в прошлой серии я вне записи нашел предмет который ну так же с пассивного боя то есть пассивный второстепенного квеста я нашел предмет который делает вашу инициативу постоянно первым то есть вы ходите постоянно первым я отдал его роги тем самым роги у меня всегда ходит первым кастуем дождь ну в принципе ничего необычного шаман кастует дождь рога первый ход бафается на уклонение собственно клерик первый ход кстати обратите внимание те же самые цифры единственное тут с крайне левый что-то очень жирновато остальные и крайне правый тоже а остальные в целом слабоваты видите да удар 1000 то есть на самом деле бить его не стоило кастуем гард ауру просто можно потерять клерика если случайно хп будет ниже они бьют по 2000 примерно вот эти мобы если у вас хп будет меньше 2000 как видите да сейчас смотрите опять баран бьет и он сейчас ваншотнул мне шамана видите да я не да такая но мы не могли агрить потому что у нас не сработал врагов любом случае мы воскресим шамана на самом деле очень плохо когда падают цели крайне неудобно крайне тяжело из-за этого приходится остальные пати можно попробовать сагрить но я не думаю что у нас что-то получится давайте попробуем мы сагрили сейчас кстати танк скорее всего падет не там еще да чуть-чуть да там упал боли а очень тяжелые бои из-за того что крайне сильные ребята давайте резюрект на танка танк кастует блок собственно шаман кастует дождь у меня вся патика полегла ну практически тяжелые бои причем а самое интересное что бои зеркальные то есть мы точные копии только что встречались но как вы видите для нас оказался будет тяжелый опять удар по площади но он не сам баран опять ходит удар по площади но он попал и отражатель ходит он бьет три цели но мы выжили уроги есть еще возможность бить давайте ударим ударим по барану понятное дело что урона очень мало но все таки сколько есть агрим на себя получается это у нас шаман шаман кастует дождь я надеюсь третьего боя не будет потому что мы не готовы дали сало но он снимет сало в любом случае потому что это баран нет смотрите сало он не смог снять на самом деле я удивлен сало не смог снять сало это невозможность использовать способности давайте убьем этого отражателя мы убили отражателя нам дали бесполезное авокадо оно является квестовым предметом по сути говоря оно бесполезно у них очень сильная защита этих баранов и чтобы их пробить нужно откровенно подустать пытаемся пробить этого барана самого низкого хп как вы видите сало он не смог снять давайте попробуем накинуть второе сало получится ли у нас его удержать нет смотрите сало он держит я кстати не знал а вот тут сало он снял то есть видите да с одного сало накинул но со второго сало снялось но пытаемся бить баранов с руки к лерикам для того чтобы отдать немножко магию пати своей очень мало инициативы у нас точнее очень мало энергии из того что бараны практически не пробиваемые из-за этого у нас очень мало энергии а застанить их не получится я уже пробовал а стан на их не работает от слова совсем как видите сало тоже на них не сработало он снял сало в следующий год вот видите удар 3000 был у этого барана в лицо ну будем пытаться бить 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 у нас ничего не остается нам стоит ниц маны нам нам и нужно как-то дорезать эту компанию давайте сначала дохленького зарежем по возможности дохленький из них он 9000 дадим ему сало конечно сало на него не сработает но все таки есть шанс того что сало все таки на него сработает видите удар по площади очень много рога давайте посмотрим сможет ли он вырезать в теории да но там скорее всего защита очень большая но попробуем да рога смог срезать одного барана еще остался один баран и сразу обнимание как пошло хорошо удар по 500 прошел видите два барана они другую защищают хотя это урон чуть не в два раза режется в coon давайте посмотрим сколько там осталось давайте дадим со посмотрим снимают ли он его сейчас сало он не снял если он ничего не снял значит не может использовать способности если он не может использовать способности значит мы его просто срежем прямо сейчас у меня минус 2 цели я надеюсь нам третий бой не запихнут, потому что мы к нему явно не готовы ну вот собственно и нельзя представляется нам для того чтобы мы потом, ну мы вновь еще посмотрим ниндзя, класс разблокирован, теперь его можно будет нанять собственно мы открыли класс ниндзя и собственно получили так называемую сферу защиты ну и приятный бонус все остальное в виде кристаллов и так далее, прокачаем уровень нашему шаману как вы видите доспех можно прокачать, давайте это сделаем давайте одним глазком посмотрим на одним глазком посмотрим на нашего ниндзя ниндзя скорее всего ловкач, ну чисто логически, поэтому я не думаю что ему ну в целом урон всем врагам а это урон таргетов врагу таргет всегда следующий оттуда, в общем надо его смотреть эльф-мужник, пусть это и будет давайте посмотрим ниндзя ниндзя нам дали 10 уровня сразу, то есть у него все способности открыты, как вы видите следующее это у нас убийство цели, убийство других врагов интересно, но это бакстеп мы уже видели, а это просто блэс ну в целом он ничем особо не примечательный в любом случае, если играть через ниндию, конечно он может что-то ну наверное он посильнее чем наш этот будет, но опять же он не бафается на криты соответственно критов у него будет чуть меньше он бьет по площади и также бьет в одну цель но опять же его надо с новичками отправлять, для того чтобы ему комфортнее было биться вот собственно квесты закончились, давайте сразу сферу отдадим паладину паладина собственно стояла у меня это шанс спасения и сбоя ТП 1100 контроль, ну то есть чтобы нас не взяли под контроль и собственно увеличение фокуса на 12% давайте вместо контроля космоса отдадим ему вот эту сферу 90% абсорба, в идеале конечно ее отдать танку, но я думаю танк не так должен справиться, а вот паладина что-то как-то я сомневаюсь чтобы он выживет уберем все лишнее на склад, для того чтобы оно вам не мешало и собственно если они синие, так называемые серые предметы, они синие, расщепим для того чтобы они вам просто не мешали 6 слитков, ну они просто нам не мешают, являются на складе, что очень удобно как говорится класс ниндзю открыли, осталось получается нам два класса открыть пока непонятно, но скорее всего они тоже с уровнем откроются, то есть про продвижение по уровню возможно даже по какой-то локации ежедневная награда в 500 монет которая раз в 24 часа респалится ну ладно пока как-то так всем спасибо за просмотр, с вами был Андрей всем пока пока